В эфире телеканала ТВ-ком вы смотрите международную информационную программу Средины Земли. Мы рассказываем новости соседних регионов и стран. В студии работает Юлия Кожевникова. Здравствуйте. Куратко о том, что мы покажем сегодня. Новые иркутяне. С начала года в столице Приангария родилось 182 малыша. Подарок на Рождество в забайкальской столице появилась новая семиметровая горка. На лечение в Китае все они из больницы выписали россиянку, приехавшую лечить опухоль главного мозга. Дело на миллион. В Иркутске по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Жертвой оказался житель Бурятии. Он уснул в одном из привокзальных кафе и лишился барсетки с миллионом рублей. Как удалось найти предполагаемого преступника, расскажет Владимир Пеханов. Кафе у железнодорожного вокзала станции Иркутск-Пассажирский. Кадры с камеры видеонаблюдения. Двое мужчин заметили спящего за столом посетителя. Как следствие, его вещи остались без присмотра. Реакция злоумышленников не заставила себя ждать. Один из мужчин подходит к задремавшему и забирает сумку. При этом злодеи не смущают ни сотрудники заведения, ни очевидцы. Затем также спокойно выходит из помещения, еще не догадываясь, какая сумма лежит в барсетке. Сидели в кафе, выпивали водку, вино. Просто лежала барсетка. Товарищ попросил, что сможешь забрать. Я забрал ее. Вышел в кафе. Деньги там в барсетке оказалось почти... Ну, не почти, а пачка пятитысячных, вторая пачка открытая. Ну, почти не было. Я сразу говорю, что поделим, ну, все. Ну, вот эту вот пачку поделили, и все. Вот они. То есть вы присвоили чужие деньги себе? Как присвоили? Ну, а как? Поделили. Потерпевшим стал 62-летний мужчина. В Иркутск приехал из Уан-Удэ, чтобы купить машину. Но от накопившейся усталости задремал за столом. Только когда проснулся, обнаружил исчезновение сумки. Начались поиски. Ориентировку подозреваемого с видеозаписей передали всем наружным нарядам. Найти и задержать злоумышленников удалось утром следующего дня. Ими оказались без определенного места жительства мужчины, один из которых в декабре прошлого года освободился из мест лишения свободы. На счастье потерпевшего, легкую добычу в одночасье разбогатевшие мужчины отметили скромно. Большая часть суммы у них осталась на руках. И что вы с этими деньгами сделали? На какую-то сумму купил поесть, сигареты, а остальное у меня до сих пор в сейфе. Мое восхищение такой работой, моя признательность всем сотрудникам полиции. Полицейские вернули потерпевшему деньги и посоветовали на будущее. Больше не возить такую сумму с собой. Задержанным же грозит до 10 лет лишения свободы. Лучшие подарки к Новому году. В Иркутске за первую неделю января родилось 182 ребенка. В том числе 6 пар двойняшек. С счастливыми родителями познакомилась Анастасия Цыганкова. За этой дверью новоиспеченные мамы ждут выписку. Младенцы появились на свет в Рождество. Для иркутянки Татьяны Першиной это вторые роды. Своего первенца Артема девушка родила 29 февраля 2016 года. Алина оказалась не менее оригинальной, чем ее брат и тоже выбрала особенную дату. Мы не подгадываем, мы шутим обычно. Мы первый раз шутили, что было бы весело 29-го родить ее. У нас сын такой послушный родился. И так же и с дочей. Хотели в Рождество, в Рождество и родилась. А муж ювелир считается теперь. Он говорит, я ювелир. Очень рад, что дети такие необычные в такие даты рожденные. Мы просто счастливы. А Тимофей первый ребенок в семье Анастасии Бурковой. Врачи девушки прогнозировали появление ребенка на крещение 19 января. Но маленький иркутянин решил иначе. За вторым, ну, пару дней, два дня назад первого родили. Ну, думаю, затягивать не будем со вторым этажем. Всего в Иркутском городском перинатальном центре за январские праздники появилось 182 малыша. 91 мальчик и столько же девочек. Из них шесть пар двойняшек. В новогоднюю ночь под бой курантов родилось пять детей, еще 14 в течение дня. Но, как рассказывают врачи, активность родов приходится на второй день Нового года. Во-первых, двигательная активность посуетились. На стол, на крыле, вокруг елки поплясали. Ко второму числу все пришло. Но потом, в любом случае, начало родовой деятельности, процентов на 25-30 организуется все-таки организмом матери. На все остальное это плод. Если женщина категорически не хочет рожать 31 на первое, то шансы, что она не родит, у нее достаточно серьезные. Смена принципиально не отличается ничем, потому что дети и женщины, они все одинаковые, независимо от даты и времени рождения. Вот поэтому все проходит как обычно. Максимум это колпачки новогодние на персонале. В 2017-м новых жителей Иркутска стало больше на 7945 человек. Удастся ли превзойти отметку, в новом году узнаем спустя 12 месяцев. Хорошее начало положено. Информационный обзор жизни соседних регионов начинают журналисты Забайкальского края. В студии Читы работает Юлия Тимошенко. Приветствуем вас. Региональный форум «Инвестируй в Забайкалье» пройдет в столице края. В рамках мероприятия планируют провести выставку достижений предприятий региона. Расскажите, какие еще площадки будут работать во время форума. Здравствуйте, Юлия. Также пройдет форсайт-сессия «Будущее Забайкальского края». Обучающий семинар Российского экспортного центра и круглый стол с представителями инвестиционной площадки «Биржа Восход». Стоит отметить, что организаторами форума выступили Министерство экономического развития края, Корпорация развития региона, а также Центр развития бизнеса при поддержке краевого правительства. И к другим темам. Человек с большой буквы, творческий лидер среди медицинского персонала и рукодельница. Старшая медицинская сестра инфекционной больницы Наталья Константинова умеет совмещать два призвания в жизни. Как ей это удается, расскажем далее. В профессии она уже 28 лет. Когда-то Наталья Константинова закончила училище и сразу пришла в детскую инфекционную больницу, которую потом объединили со взрослой. Она трудится старшей медицинской сестрой в отделении реанимации, организует работу персонала. Но часто ее можно увидеть из-за установки катетеров, наблюдения за грудничками или подготовки пациентов к операции. Одна из немногих, Наталья Николаевна, имеет сертификат по хирургии. В 2013-м в конкурсе Союза педиатров России она стала лучшей детской медицинской сестрой в номинации «Наставник молодежи». И сейчас в больнице она создала собственную школу наставничества. Коллеги считают Наталью требовательной, но справедливой. Наталья Николаевна, конечно, трудяга. Это человек с большой буквы. Она яркий представитель армии медицинских сестер. На каждый праздник у нее есть какие-то идеи, какие-то предложения. И вот эта ее профессиональная такая творческая аура, она украшает атмосферу в коллективе. И, конечно же, она помогает ее основной медицинской деятельности. Корзинки цветов в актовом зале сделаны руками Натальи Константиновой, как и холл родного отделения. Еще в прошлом году она выиграла конкурс на лучшее оформление. Елена Жигарева, с которой когда-то Наталья училась в одной школе, отмечает, что она стремится создать уют и комфорт на рабочем месте для всех. Я когда бегу на планерку и иду по этому коридору, всегда какое-то такое воодушевление испытываю. Вот вижу это красивое яркое зеркало, елку, снежинки. Ну то есть так вот прям все уже волшебное и новогоднее. Вот какую-то птичку купила, прикрепила, и это приятно. Эту сказочную композицию с будто живыми персонажами и заснеженными деревьями Наталья создала за 4 месяца, специально к Новому году, украсить актовый зал. Дед Мороз и Снегурочка, Ангел, Баба Яга – все это выполнено в технике скульптурный текстиль, с которой Наталья познакомилась еще 10 лет назад и говорит, что до сих пор в совершенстве не освоила, хотя чудесные куклы, сделанные ее руками, разлетаются, как горячие пирожки. В основном друзьям и знакомым. На заказ мастерица делает редко, а если берется, никогда не обещает, что будет портретное сходство. Уловить получится образ. Например, эта русалка была сделана специально для фитнес-тренера, а эта девушка с ребенком изображает сестру коллеги по работе, которая живет в Абраудерсо. Имя есть только у одной куклы. Бывает такое, да, вдруг раз, и из остатков материалов я сделала куклу, я посмотрела на нее, я поняла, что ее зовут Ленка. В Абайгай – это самый простой персонаж, вернее, самый творческий, где можно все-все-все-все смешать. Я просмотрела несколько фотографий из фильмов «Баба-яги», где снимались там Миллер и так далее. Я поняла, что моя-то «Баба-яга» должна быть старой. Старая «Баба-яга» не может быть нарядной, она должна быть бабушкой. У той же «Бабы-яги» есть даже нижнее белье, а у Деда Мороза – настоящие сапоги. Такую обувь делать дольше всего. Сама техника многоэтапная. Начинается все с сухого валяния синтепона, ему придаются форма лица. Затем подбираются глаза, создаются эмоции. Используется и капрон, который нужно сварить, отбелить, просушить. Потом обтягиваю, да, где-то в каких-то местах я проклеиваю, там невозможно, допустим, иголками протянуть. Но протяжки иголкой, вот и ниткой нужны обязательно, потому что иначе это получится восковое лицо, как фарфоровых кукол. Я очень не люблю фарфоровых кукол. Они очень холодные. Ну, мне кажется, что мои куклы очень добрые. Добрые, теплые, мягкие. Наталья рассказывает, что в процессе творения испытывает удивительное чувство того, что кукла, сделанная ей, единственная в мире, и такой больше нет ни у кого. Она занималась бы их созданием всегда, было бы время. Говорит, что хобби нисколько не мешает работе, а даже способствует. Ведь медицина, по словам Натальи, – это творчество. Оно пронизывает всю ее специальность, которой медсестра гордится. Это достойная работа для любой женщины, я, например, считаю. Это всегда хлеб. Никто лучше матери не обиходит больного. Ну, так мы все, собственно говоря, матери, или, во всяком случае, олицетворяем матерей. Поэтому нет, я никогда не хотела быть врачом. Я на своем месте себя чувствую. И, наверное, я и люблю свою работу, поскольку уходить я не хочу. А из отпуска-то мне хочется уже прийти. Подарок на Рождество на территории Кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери торжественно открылась новая 7-метровая горка. За праздничные дни место стало необычайно популярным у чтинцев и гостей города. Сегодня, в первый рабочий день в новом году, желающих покататься на горке немного. В основном это школьники, у которых новая учебная четверть начнется только завтра. Нравится эта горка? Да. Очень, очень. Очень. Это самая славная горка в городе. Понравилась очень. Не страшно? Нет. Еще придешь сюда? Да. 7-метровая горка с праздничной иллюминацией появилась здесь благодаря Четинской епархии и компании «Мангазия Золото», которая стала спонсором. Митрополит Четинский Петров Забайкальский Дмитрий, выступая перед прихожанами в праздник Рождества Христова, поблагодарил руководство компании за этот подарок. Традиционная зимняя забава пришлась по вкусу всем, особенно детям. На горку выстроилась настоящая очередь. Светлана Тулунова, Любовь Хорошего, Александр Заберин, «Середина земли», Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. О чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных, интересных событиях, связанных с Китаем в студии Сянджунань. Почти 2500 зрителей и ни одного свободного места в зале. С Пекина стартовал новый гастрольный тур 2018 года ансамбля песни-пляски российской армии имени Александрова. В этом году самому крупному художественному коллективу России исполняется 90 лет. Юбилейный год ансамбль не случайно начал именно с Китая. Подробности у Василицы Лукашевич. Распевка перед первым выступлением в 2018 году. Трудно поверить, что в 1928 году, когда коллектив был основан, на сцене присутствовали не более 12 артистов. Сейчас на гастроли в Китай приехали 120 человек, включая музыкантов, певцов, танцоров и технический персонал. За кулисами идут последние приготовления. Ансамбль Александрова привез с собой более 200 костюмов и 35 музыкальных инструментов. Юбилейный 90-й год коллектив начал с Пекина не случайно. Китайцы очень любят ансамбль, называют его хор Красной Армии. Билеты на все пять концертов в столице КНР разобрали моментально. Да, здесь особенные отношения, видимо, ввиду того, что очень многолетняя давняя дружба наших народов и культурные отношения, они уже очень давно развиваются и имеют огромное значение как для нашей страны, так и для Китая. Здесь очень любят наши русские народные песни, и мы всегда это чувствуем, когда мы работаем на сцене. В полчаса до начала представления. На входе в Национальный центр исполнительских искусств в Пекине выстраивается очередь из зрителей разных возрастов. Средняя стоимость билета в портер – 700 юаней. Это примерно 6 тысяч рублей или 100 долларов. Для китаянки Дзинь Цинь выступление ансамбля Александрова – событие. Она учила русский язык в Китае, но пока в России ни разу не была. Концерт – это возможность для нее быть поближе к другой стране, которая привлекает. Наверное, это культура, хотя там отражает военные и такие люди, но мы думаем, что мы можем здесь почувствовать атмосферу культуры России, поэтому мы любим и здесь, то есть ездим и посмотрим такую оперу. Российские артисты отвечают Китаю взаимностью. Специально для этого концерта коллектив разучил и исполнил песню на китайском языке о бесконечной любви к родине. У ансамбля Александрова в КНР есть преданные фанаты, которые знают, что именно хор Красной Армии впервые исполнил произведение «Священная война» через два дня после начала Великой Отечественной. И именно этот коллектив сделал калинку музыкальным символом Советского Союза. В 1961 или 1962 году я первый раз увидел выступление ансамбля Александрова в провинции Ляонин. Теперь я вернулся из Франции в Пекин и через полвека снова увидел их выдающееся выступление. Когда они начали петь свою первую песню, я чуть не заплакал, ведь во время Отечественной войны советские солдаты тоже пели эту песню и с ней отправлялись на фронт. Россия — это страна, где очень уважают творчество и умудряются сочетать политику и искусство. Сегодня ансамбль Александрова — это не только хор. В звучании сочетаются элементы оперы, наследие фольклора и традиции церковного пения, сопровождаемые хореографическими номерами. В середине прошлого века Уинстон Черчилль назвал коллектив «поющим оружием». Обаяние мужчин в форме, которые поют от самого сердца, испытано временем, историческими потрясениями и трагедиями. Но по-прежнему хор российской армии является визитной карточкой страны. Василис Лукашевич, Лидзюнзе, Сэджи Тянь. Выступление российского коллектива в Пекине посмотрела Пен Ли Юань, супруга председателя Кайнер Си Цзиньпина. Перед началом программы она встретилась с художественным руководителем ансамбля Геннадием Сочинюком и другими его представителями. По словам Пен Ли Юань, концерт российского хора «Красной армии» — самый лучший новогодний подарок китайскому народу. В свою очередь Геннадий Сочинюк поблагодарил Пен Ли Юань за встречу и признался, что был тронут гостеприимством. Также он выразил готовность совместными усилиями с китайскими коллегами укреплять дружбу между двумя странами. Вот и я, насколько помню, первая леди у нас была на базе, в ансамбле Александрова. Она мне говорит, я вас помню. Видать, из-за того, что я выходил в форме китайского красноармейца. Ведущий столицы ансамбля народный артист России Вадим Ананьев также отметил, что ему приятное внимание супруге председателя КНР, которая не в первый раз присутствует на концерте ансамбля имени Александрова. В китайском Сиане из больницы выписали россиянку. Шесть лет назад у женщины начала развиваться опухоль головного мозга. Лечение не давало оптимальных результатов. И в конце 2017-го она решилась на операцию. Для этого выбрала первую больницу при транспортном университете города Сиань. В Китай она прилетела 5 декабря, а 21-го провели операцию. Еще через две недели пациентку выписали из больницы. Проводить девушку и пожелать ей здоровья собрался весь участвовший в лечении медперсонал. Перед тем, как назначить операцию, мы провели все необходимые исследования. Важно было все точно рассчитать, чтобы не было никаких последствий для нервной системы. Операция прошла успешно, восстановление идет быстро. Мы приносим свою благодарность этой клинике и докторам, которые профессионально выполнили свою работу, а также всему персоналу, который помогал, вел каждую секунду нас. Большое спасибо. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова